Канобу.ру представляет В поисках ноу-хау забрался настолько глубоко в историю, что нам страшно представить, что ждать от этих людей в будущем. Вышедшая 4 года назад в составе венциносного набора игр Orange Box Team Fortress 2 произвела фурор. Блестящая мультипликация, бешеная динамика и прекрасный баланс сделали этот шутер настоящим открытием для тех, кто привык играть в подобные вещи со сложным лицом. Совсем недавно стало известно, что Team Fortress 2 официально объявлена бесплатной и будет распространяться по модели Free-to-Play. Понятно, что по закону жанра тут должен быть какой-то подвох, связанный с микроплатежами, но об этом пока никакой информации нет. Совсем скоро на планшете iPad появится игра 17-летней давности – Marathon. Изначально она была разработана и издана для компьютеров Apple компанией Bungie, известной многим игрокам по стратегическому сериалу MIF и, разумеется, мега-популярной трилогии Halo. Маратон, кстати, стал первым в истории шутером от первого лица, поддерживающим маус-лук. Под iPad интерфейс обещают переработать и улучшить графику, так что путешествие по купированным инопланетянами коридорам станет дважды приятным, как для любителей ретро, так и для всех, кому уже надоели казуалки. На днях популярнейший поисковик Google разместил вакансию менеджера по игровым продуктам. Очевидно, что Google, который вечно бежал впереди паровоза, и на этот раз решил не отставать от прогресса, распространяя сферу собственных интересов и на игры. Подробностей пока нет, но фокус будет, скорее всего, сделан на социальных играх. Будут ли они распространяться через Android Market или через браузер, на данный момент неизвестно. В этот день родился Леонард Боярский, никакого, кстати, отношения не имеющий к любимому актеру и певцу вашей бабушки. Зато Леонард, как художник и гейм-дизайнер, приложил руку к таким столпам, как Fallout, Fallout 2, Arcanum и Vampire The Masquerade Bloodlines. А еще сегодня день молодежи. Пользователь NickNet рассказывает об играх, которые сложно причислить к тому или иному жанру. Они не укладываются ни в какие рамки и, как следствие, рассчитаны не на самую широкую аудиторию, за небольшими исключениями, разумеется. Тем не менее, советуем обратить внимание. Каждый раз, когда на экране мелькает световой меч или понятный человек в черной пластмассовой маске, мы всей редакции в тысячи первый раз жаждем пересмотреть все «Звездные войны» от первого эпизода до шестого. На этот раз нас растрогал глаз Азыр. А пользователь Лунь опубликовал любопытную запись о том, что помимо Алисы, в портфолио знаменитого Америка на МакГи есть много хороших игр. Одна из них – Bad Day LA. В ближайшее время на Канобу вас ждет море интересных материалов. Свежая адовая кухня и рецензия на Red Faction Armageddon. С вами был Александр Глаголев. Будьте в курсе самых свежих событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова